Юность – центр многофункциональный. Спорт, творчество, образование. И для каждого возраста особое предложение. Капитальный ремонт подчеркнул достоинства и модернизировал имеющийся потенциал. Наш центр очень значимый для поселения, а это социальный объект, спортивный. Он очень востребован. И было принято решение при поддержке Совета депутатов нашего поселения провести капитальный ремонт. И в течение трех летних месяцев мы вели работы. И сегодня это красавец, это дворец. Все площади, все залы очень подобрано хорошо, красиво. И дети, и родители, и взрослые, кто приходит заниматься, очень довольны и благодарны. Центр замечательный. Мы уже давно сюда ходим. У меня трое детей. Двое занимаются футболом, роллеркеем. Для нас, конечно, все делают. Брейк-дансом занимались. Конечно, очень нужная вещь. Очень нужная. Потому что поселение, вроде бы, кажется, небольшое, но на самом деле очень большое. У нас 4000 человек, только детей. И как бы что-то посещать надо. И для всех детей, конечно, есть все. Сегодня в центре занимаются 300 человек. Секции на любой вкус. Хоккей, футбол, роллеркей, танцы, фитнес, самбо. Научат и правильно двигаться, и красиво побеждать. Я хочу сказать большое спасибо за то внимание, которое уделяется в такой работе. И вот этот спортивный центр «Юность» – это ее заслуга, который этот центр открыл в 2014 году, а сейчас капитально отремонтировала. И, в общем-то, материально-техническая база соответствует тем желаниям и тем потребностям, которые есть у жителей. Я считаю, что здесь будет замечательная работа проходить. И это пойдет только на пользу. С кем вы сюда приходите? С ребенком. На какую секцию или занятие? На развивайку, на развивайку. Как вам изменения после ремонта в центре? Очень здорово. Очень стало удобно, уютно. Часто посещаете? Да, два раза в неделю. Какой-то успех, уже результаты есть? Конечно, мы уже буквы учим, читаем почти. А сколько лет? Четыре. Это центр помогает или вы еще домашним занимаетесь? Центр, конечно. Для самых маленьких – развивайка. Для опытных – мастер-классы. Площади позволяют расти и духовно, и физически. Главный искренний интерес у взрослых и детишек. Тот случай, когда власть хорошо чувствует настроение населения, потребности населения, инициатива населения. И именно поэтому здесь сегодня много помещений, где занимаются спортом, занимаются творчеством, занимаются логопеды. И не поприветствовать этого было невозможно. Счастливы, что есть такие места в Раменском районе. И я думаю, что перспектива развития спорта именно вот в таком направлении – открытие центров в поселениях. Я вижу, что вы Раменское хотите превзойти по спортивным достижениям. Ну, конечно, Раменское мы не стремимся. Это наша столица, все лучшее в Раменском. Но, тем не менее, в сельском поселении Новохаритоновской всегда спорту уделялось большое внимание. И рекорды, которыми славят наш Раменский район, вот именно дети Новохаритоновского поселения, конечно, наша лепта в этом есть и большая. Поскольку в центре спорта юности имеется и много маленьких, небольших помещений, чтобы задействовать максимально всю площадь, и по просьбам жителей мы приглашаем, да и сами приходят мастерицы, те, кто обладает уникальными талантами или знаниями. Вот одна из них – это Юлия. Юлия – кружевница, она умеет плести вологодское кружево. Ну, приходят мастерицы, мастерицы к жельской росписи, совершенно уникальные. Есть и мастера по фотографии. Это мастер-классы или занятия? Это мастер-классы. Мастер-классы для жителей. Куда картину повесить? Вот еще не решил. Или на работу принести, показать всем, или домой все-таки. Думаю, что все-таки домой отнесу и повешу, едет на стену. Мастер-классы для администрации, творчество все равно помогает. Ну, моего профессионализма в этом деле еще пока недостаточно, очень даже недостаточно. Но сюда я всех приглашаю приехать, посмотреть и, в общем-то, поучаствовать в этом мастер-классе. Это очень интересно и действительно захватывающе. Впервые в жизни рисовал кружевский узор. Ну, как получилось, так и получилось. Такой вот шедевр получился у меня под руководством профессиональных художников. Вот, пожалуйста. Кому интересно, приезжайте, пробуйте. Андрей Мелентьев, Михаил Лебедев. Для программы Городские вести.